Пробиваясь сквозь снежный вихрь, участники 49-й манджосовской гонки выходили на лыжню. Любимое всеми соревнование из 2017 года плавно переместилось в 2018-е, но не потеряло актуальности. В памяти Николая Тимофеевича Манджосова, вековечная в городской топономике, живая в сердцах людей. Знаменитые лыжные старты объединили юных спортсменов и ветеранов, а среди тех, кто ежегодно поддерживает состязания, ученики тренера. Геннадий Кузнецов более 60 лет назад, подобно современным мальчишкам, рассекал на лыжах лесные дали. Именно на этой поляне его и заметил Николай Тимофеевич Манджосов. На этой поляне вот здесь было три дубка. Он давал старт своей группе первой. Я здесь катался с ребятами на лыжах с гор, и он подошел ко мне и сказал, не желаешь ли ты пробежать три километра. Он дал мне свои лыжи, меня снял с валеных лыж, дал лыжи, ботинки, палки. И я впервые здесь вот по этой трассе трехкилометровой пробежал три километра. Это было 52-й год. Первые манджосовские старты для кого-то из участников. В этот раз действительно первые. По регламенту вначале на дистанцию в 600 метров выходили семилетние лыжники. Ребята десяти лет бежали три километра. Мужчины и женщины по шесть, а мастеровитые участники все 18. На старте звезды российского спорта, пятикратная олимпийская чемпионка, герой России Лариса Лазутина, олимпийцы Никита Крюков и Алексей Петухов. Именно последних двух спортсменов этой зимой держались в топах новостных лент. Решение спортивного арбитражного суда об отмене пожизненной дисквалификации чемпионы встретили все-таки с легким недоумением. Честно, конечно, где-то в глубине ты верил, что справедливость должна восторжествовать. Но для меня оно все-таки было малоожидаемо. То есть было сюрпризом для меня это решение. И вот эти первые эмоции, они превыше всего. Радость, радость того, что ты будешь бегать. Вот сегодня мы бежали здесь в номерах стартовых. Да, это очень положительный шаг. Но главная цель спортсмена – это олимпийские игры. А к олимпийским играм я не хочу говорить, что нет. Очень сложно, и все остраненные спортсмены, кто попал в этот список, они постараются бороться. Но уже не своей волей, а что сделает руководство, как поведет себя международный олимпийский комитет. Разделить радость спортивного общения с героями манджосовских стартов решил и Андрей Иванов. Глава района – не просто гость спортивных состязаний, но и участник. Я сегодня, когда сам стартовал, предложил наши забеги, наши гонки посвятить как раз олимпийской сборной. Потому что наших выдающихся спортсменов очень некрасиво обливают грязью, но весь мир знает, что они лучшие. И хочется их поддержать вот такими мероприятиями. Те, кто не едет в Корею, и те, кто выбрал бойкот для себя. Но все же мы одна команда, и поэтому вот так всей страной поддерживаем наших олимпийцев. Сегодня стартовало большое количество совершенно маленьких детишек. Они сюда пришли со своими мамами, папами, бабушками, дедушками. И было очень много стартов, абсолютно разные возрастные группы. Всем были предусмотрены медали, подарки, отмечены победители, призеры. В разные годы участие в Манджосовской лыжне принимали знаменитые лыжники. Михаил Ботвинов, Николай Марилов, Светлана Нагейкина, Ольга Завьялова. В спортивной династии есть и в Одинцово. Юные лыжницы Нина Воропаева и Алиса Лопухова своими победами доказали преемственность поколений. Манджосовская гонка – современное и популярное состязание, несмотря на полувековую историю. Тяжело и нелегко вообще. Ноги очень сильно болят. А какую дистанцию ехал? Три километра. Миша, расскажи, как ты сегодня ехал? Я ехал, я выиграл медаль. Такое. В разные годы в Манджосовской лыжне менялась наградная атрибутика. В этот раз на медалях победителей – портрет Николая Тимофеевича. А золотым медалистом кубки – сильнейшим среди мужчин оказался олимпиец Никита Крюков. Чемпион не скупился на слова благодарности и автографы для поклонников лыжного спорта, среди которых и редакция ОТВ. Всех, кто пришел, еще раз поздравляю с таким замечательным праздником. Приходите еще. Всем спасибо. Ура! Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».